Привет, это капитан Наташа, и вы можете подумать, что оператор Гранд решил выразить мне свою симпатию, подарив тюльпанчик, но нет. Я сама его купила, потому что благодаря моей покупке кто-то сможет приобрести для себя PlayStation 5, и не только. В начале недели все новостные паблики и телеграм-каналы облетела история про 14-летнего мальчика Даню из Ленобласти, который и так хотел получить PlayStation 5, что стал для этого бизнесменом. Пришлось, так как родители покупать консоль парнишки не захотели. Даня с отцом переделал в старый гараж теплицу и заставил его гашками с ростками тюльпанов. В итоге к 14 февраля он продал оптом 35 тысяч цветков и поднял на этом 2 миллиона рублей. Вкус денег школьнику понравился, поэтому в следующем году он планирует провернуть ту же схему, но посадить уже 200 тысяч тюльпанов. Вот такой вот заряд мотивации сходу, и как говорится, любишь играться, люби и в гумасе ковыряться. А если серьезно, то я понимаю, что в этой истории много пробелов, начиная с того, что на переоборудование гаража и закупку корней ушло около мульта. Но я посмотрела интервью с Даней, и мне он показался адекватным, простым и достаточно перспективным парнем, так что не удивлюсь, если одноклассницы уже выстроились в очередь. Недавно прошла церемония вручения кинопремии BAFTA, которую обычно называют репетицией Оскара. И я бы обязательно прошла мимо этой премии, если бы там не случился пранк. Итак, церемония близится к завершению. Майкл Джей Фокс вскрывает конверт с названием победителем номинации «Лучший фильм». «Оппенгеймер!» А тревисто произносит он, и к нему под бурные овации поднимаются виновники торжества. Кристофер Нолан, Киллиан Мёрфи, Эмма Томас и... Погодите-ка, что это за двухметровый темнокожий парень в дурацкой шапке? Ну, примерно такая же реакция была у всех зрителей BAFTA. Можно было подумать, что это телохранитель Нолана или парень Мёрфи, но нет. Им оказался известный британский пранкер Лиз Ваня. После церемонии организаторы написали в соцсетях, что шутника быстро скрутила охрана и выгнала из зала. Многие зрители, кстати, юмора тоже не оценили и раскритиковали его выходку. Ну, камон, это же репетиция. Мне, например, пранк показался довольно безобидным. Как минимум, потому что случайным образом парень вышел на одну сцену именно с Кристофером Ноланом. Ирония в том, что этот режиссер известен тем, что довольно неохотно работает с темнокожными актерами. И я ни на что не намекаю, это просто факт. Ну и раз уж начали с кино, давайте обсудим первый трейлер экранизации Борды. Видео показали всех и все самое важное для фанатов Бордерлендс. А именно Кейт Бланшетт в образе Лилит, Кевина Харта в роли Ролланда, Флориана Монтиану, а также потешного робота Клэптрепа. В оригинале его озвучил богоподобный Джек Блэк, а кто будет у нас, не знаю. Завязка фильма простая, Лилит и ее банда по заказу отправляются в опасное приключение на планете Пандора в поисках дочери главы местной оружейной корпорации Атлас. Судя по трейлеру, фильм обещает быть, если не самым интересным, то как минимум зрелищным и захватывающим, эдаким безумным Максом на минималках. Что в общем-то неплохо, так как с выхода Дороги Ярости никто особо и не пытался освоить сеттинг пустынного апокалипсиса. И да, мировая премьера фильма запланирована на 9 августа 2024 года. Я не поклонница, но кое-что об этой вселенной знаю. В целом, судя по трейлеру, фильм выдерживает стилистику игры, но, на мой взгляд, выбрав 54-летнюю Бланшет на роль Лилит, каст-директоры немного прогадали. И не поймите, неправильно я ничего не имею против актрисы, она огонь, но просто... Ну вы поняли, короче. Тема сегодняшней лекции – это дискриминация по возрастному признаку. Так, ну что, теперь про смартфончики поговорим. Тем более, что информации очень много, самый разный, от разных брендов, по разным поводам. Начнем, ну давайте, с прозрачного смартфона. Авторитетный инсайдер OnLix показал новые рендеры NothingFont 2A. И в этот раз на них отчетливо видны глифы, которых не было на первых утечках. Впрочем, светяшек все равно будет меньше, чем в смартфонах основной серии. Всего три. Из принципиально нового, в NothingFont 2A, это центрированная камера. Выглядит, в принципе, прикольно, напоминает мне глазенки Валли. Что по характеристикам? 6,7-дюймовый AMOLED со 120 Гц, процессор Dimensity 7200 Pro, до 12 гигов оперативной памяти и до 256 гигов основной. Сзади камер две, ширик и сверхширик от Samsung. Анонс ожидается 5 марта, цена в районе 300 баксов. Вот каждый раз, когда я говорю, что дизайн смартфонов стал скучным и неинтересным, напоминайте мне, пожалуйста, про NothingFont. Потому что, надо признать, ребята могут и умеют в стиль. Еще раньше в стиль умела Meizu, но теперь уметь не будет, так как компания официально объявила о полном уходе из смартфонного бизнеса. Вместо этого Meizu займется разработкой и производством устройств с искусственным интеллектом. Что это значит, пока не очень понятно. Босс компании Shane Zeyun говорит, что фирму ждет масштабная реструктуризация. Первый плод трансформации покажет до конца этого года. Сообщается, что это будет новая мобильная ОС, разработанная специально для эпохи ИИ. В этом же году будет представлен первый аппаратный продукт, обновленный Meizu. Правда, есть мнение, что заявление компании может быть рекламной уловкой. Мол, сейчас они хайпанут с закрытием, как какой-нибудь Sunlight, а потом возьмут и покажут все тот же смартфон. Но с каким-нибудь хитро-вымудренным названием. Вполне вероятно, кстати, что этим смартфоном окажется звонилка от Polestar. Есть инсайды, что разрабатывать смартфон автобренду помогает как раз-таки Meizu. Если они действительно пойдут по пути Sunlight, я не удивлюсь и не обижусь. Главное, чтобы смс-ки мне постоянно не присылали, а так вообще удачи им и все такое. Кстати, о ком я уже совсем позабыла и от кого точно давно не приходила весточка, так это от ZTE. Помните такую компанию? Ну, если даже не помните, ничего страшного, спешу освежить вашу память. Так как есть повод, ZTE выпустила смартфон-раскладушку Libero Flip, да еще и на японском рынке. Но есть пара нюансов, которые делают эту новинку особенной. Во-первых, это, в принципе, первая раскладушка компании с горизонтальной линией изгиба. А во-вторых, новинка стоит всего 63 тысячи японских йен. В рублях это сущие для данного форм-фактора копейки около 39 тысяч. И таким образом, если я ничего не путаю, а это маловероятно, Liberto Flip на сегодняшний день является самой дешевой раскладушкой на рынке. Причем за эти деньги предлагается 7-дюймовый внутренний экран, 1,5-дюймовый внешний, Snapdragon 7 Gen 1, 6 гигов оперативки и 128 гигов постоянной памяти. Получается, номинацию ТОП за свои деньги забирает ZTE. Реально, большой респект компании за такую новинку. Выкинули понты в виде 15 камер и термоядерного процессора, и вуаля! Получилась очень даже красивая раскладушечка за очень недорого. Везите к нам, мы будем обозревать, ну и, конечно же, покупать. Зато знаете, кто до сих пор еще не сделал ни флип, ни фолд? Ничегошеньки! Кто залетает за своими инновациями? Самый последний! Скажите, как его зовут? Ай! Инсайды в этот раз небольшие, но, как минимум, один из них для некоторых поклонников Apple наверняка кажется важным. Так выяснилось, что iPhone 16 Pro и Pro Max получат два новых цвета – Desert Titanium и Titanium Gray. Они станут аналогами ставших уже классическими цветов Gold, который дебютировал аж в iPhone 5S, и Space Gray, живущего с нами со времен iPhone 6. Еще стало известно, что новые смартфоны Apple получат улучшенные микрофоны. Они будут корректнее распознавать человеческую речь, что, мол, очень важно для работы Siri, которая с выходом iOS 18 обзаведется некими нейросетевыми функциями. Предполагается, что из-за этих микрофонов и новых нейропроцессоров некоторые ИИ-функции станут эксклюзивными и для iPhone 16. Прямо как в Самсунге. Честно, мне эти цвета не совсем нравятся, но Apple моего мнения на этот счет не спрашивала. У них обычно вместо мнений сухая бездушная статистика продаж. Ну, как там с деньгами? А? Как с деньгами-то там? И, не сбавляя набранный темп, оперативно двигаемся к слухам про другие новинки Apple. В новом выпуске Power On товарищ Марк Гурман обозначил сроки выхода гарнитуры Apple Vision Pro 2. 2026 год. Что же касается оригинальной гарнитуры Vision Pro, назвать ее провалом или чем-то отдаленно напоминающим его еще очень рано. По словам Гурмана, разговоры о массовых возвратах устройств сильно преувеличены. Процент отказов едва выше, чем у других устройств Apple на релизе. А еще, по его словам, релиз обычных и дорогих AirPods 4, а также AirPods Max состоится осени 2024 года. У маленьких наушников изменится дизайн, а также появятся новые функции. В их числе шумодав и динамик в кейсе для поиска при помощи локатора на айфоне. Большая же модель, скорее всего, порадует, ну а точнее разочарует, лишь наличием порта USB-C. Прикиньте, я только что хотела сказать, что 2024 год, еще не скоро, и внезапно осознание меня очень испугало. Уже 2024 год, жесть! А что тогда рендеры какие-нибудь красивые, нарядные не показали? Нам нужно больше деталей. Пожалуйста, учтите это в следующий раз, без них не возвращайтесь. Илон Маск же делится с нами всякими интересными вещами, которые происходят у него в компании. И которые как будто бы даже глобально не влияют на человечество. Но это только пока что, потому что дальше больше и дальше страшнее. Поэтому держу в курсе. Помните, Маск в начале года чипировал первого человека? Так вот, подопытный не только остался цел и невредим, так еще и новые способности приобрел. Точнее, пока только одну способность. При помощи мозгового импланта Neuralink пациент уже научился управлять курсором мышки силы и мысли. Причем адаптация к железке у него, если верить в Маску, прошла очень даже быстро и без болезненных побочных эффектов. Ну и конечно, на управление курсором исследователи останавливаться не планируют. Прямо сейчас в компании работают над тем, чтобы научить подопытного кликать мышкой. Ну, как я и сказала, дальше больше, вплоть до того, что конкретно ты, да, ты сможешь поставить лайк этому видео, просто подумав о том, что ролик классный. На данный момент придется приложить небольшие усилия, но вы справитесь, я уверена. Но, если вам нужна какая-то мотивация дополнительная, то я покажу вам. Когда уже, казалось бы, китайский автопром не сможет нас ничем удивить, происходит сильная встряска. Настолько сильная, что даже снег можно стряхнуть. Если вы не поняли, сейчас поймете. Поговорим про авто ET9. Это электрокар компании NIO. Прославился он благодаря рекламному ролику, в котором машина делает вот так вот. И отряхивается от снега, словно собака после купания. Делать это ей позволяет интеллектуальная система управления шасси Skyride. Выглядит очень эффектно и мимимишно, но давайте будем честны, это все-таки рекламная выдумка. Думаю, все этой зимой убедились в том, что мокрый, подзамерзший снег, а как корка толстого льда, это не тот противник, что по зубам данной технологии. Впрочем, тачка и без Skyride сама по себе интересная. Как минимум из-за претенциозной внешки и салона с отделкой из белой кожи и дерева. По ходовой части известно, что суммарная мощность всех электродвигателей составит 520 кВт. Правда, запас хода не раскрывается, но сообщается, что за 5 минут ласточку можно будет зарядить аж на 200 с лишним километров. И Т-9, как вы уже наверняка заметили, это машина премиум-класса. Нио в своих промо-материалах сравнивает новинку с частным самолетом, поэтому стоить машинка будет соответствующая 112 тысяч долларов, что больше 10 миллионов рублей. Я вот знаете, о чем подумала? Во-первых, ее можно называть Yeti, а во-вторых, мне кажется, что оказаться в момент встряхивания в салоне машины будет фатальной ошибкой. Хотя, получится забавно, прямо как в том легендарном видео. Вы его все знаете, там прям очень весело. Ну и вот, после небольшого перерыва к нам возвращается сумм недели, причем очень даже с достойной новинкой. Американский бренд уличной одежды Earthstones представил новую шапку Sock Beanie, которая представляет собой безразмерный дедов носок. Дорогой дедов носок, потому что стоит он 40 баксов. Уверена, дед бы такого не одобрил. И хоть люди и выглядят в этих шапках максимально по-идиотски, они все равно их покупают и хвастаются обновкой в соцсетях. Ну, да и ладно, пусть лучше в носках на голове ходят, чем в предыдущем бестселлере, который натурально похож на кусок рваной тряпки. Да и потом я со своей шапкой просто не имею права критиковать этот носок. Уж лучше носок, чем совсем без шапки. А то ходят, мозги морозят, понтуются, штанишки короткие, курточки легкие. Для кого это все? Надо одеваться тепло, а то это все аукнется потом, поверьте мне. Ну и, конечно же, кушать надо тоже плотно, сытную и здоровую еду. У меня вот сегодня сырники с джемом. А что ели вы во время просмотра, обязательно пишите в комментариях. У меня на этом все. Всех целую, всем пока.